Привет, дорогие друзья! Шоу началось! И войнушка тоже началась. Это войнушка, конечно же, не какого-то там Шустера с Коломойским. Это войнушка Ахметова и Коломойского. После предыдущих выпусков программ Шустера, которые я назвал скукотищей, когда можно было заснуть, и Шустер вроде бы как не тот, но я говорил, что Шустер тот. Просто мы уже привыкли немного к другому. Раньше он был крутым, а сейчас такой, какой есть, да еще и постаревший, да еще и побитый жизнью, да. Они решили добавить огоньку. Добавить огоньку, но огонек этот они начали пулять прямо-таки в Коломойского, об этом говорил. И состав студии, да, там реально напихали парахаботов. И приглашенные по скайпу, по видеосвязи гости. В частности Гонтарева. Но когда Гонтареву предложили поговорить с Коломойским... То, что вы говорите, вот я сейчас ему дам слово, вы хотите это слышать или нет? Давайте я бы лучше послушал. Нет, она не хочет. Холодно говорить слишком. Холодно на улице, поэтому не буду я разговаривать с Коломойским. Выглядит, кстати, хорошо, хотя, видите, сказала, что возвращаться больше не будет в Украину. Ну, в Украине уже выжженная земля. Выжженная земля, это она имеет в виду, вон тут свой дачный домик сгорел. А где теперь приткнуть голову? Да из-за аэропорта никому встретить. Машину же сожгли. Ну, на самом деле, раз я еще в эфире, то мы это слушаем, да. Но вы помните, мы обещали, что я как-то, вы мне зададите вопросы. Мы сидим на улице, здесь, я вам скажу, очень даже холодно. Все дело в холоде, конечно. А в холоде, знаете почему? Потому что главное упасть на мороз вовремя. Да, вот Игорь Коломойский в прямом эфире, по телефону. Я не хочу слушать. Нет, пожалуйста, это ваше право. Потому что холодно. Очень смешно выглядел этот Томаш Фиало. Томаш Фиало – это владелец дегенеративных СМИ, таких как Новое Время, забитых как раз тупыми овцами. Вы помните, да, это все не мои определения. Это определение родило само мироздание. Также Томаш Фиало – это главный борец с коррупцией, потому что он оплачивает борцов с коррупцией. Борцы с коррупцией приходят, виляют хвостами и кушают с его ладоней. При этом сам Томаш Фиало, ну вы помните мои по нему видео, да. Плюс он выкормил еще одно. Одно там бегает, поет этого. Вакарчука. Томас. Ну, мне бы хотелось задать Игору Валерьевичу вопрос про эти шестидесячки. Плямкая и причмокивая, Томаш Фиало задает вопрос про кредитование связанных компаний. При этом у него в руках определенный отчет. И он долго, нудно задает вопрос Коломойскому. Но все поставлено так из рук вон плохо, что Коломойский вопрос не слышал. Томас, вот секундочку, Игорь Валерьевич нас слышит сейчас, вы можете повторить ему этот вопрос, пожалуйста. И потом Томаш реально повторяет свой длинный нудный вопрос, опять причмокивая и прихрюкивая. Ну, вот же беда. Опять-таки, я вам говорю, вот все шоу похоже на такое, знаете, как аматорское немножко. Эти кредиты не возвращают и не обслуживают. Я боюсь опять, что у нас нет связи. И почему бы Томашу Фиале не задать еще раз этот вопрос? Томаш Фиала очень важный человек. Очень важный. Погуглите связь там с Соросом и с другими подонками. В Украине осел очень давно. Но при этом называется европейским инвестором. Хотя на самом деле он давно настолько сросся с украинскими реалиями, что там, вы помните, захватывали там они мансарду, себе переделывали под пентхаус и так далее. Да, вот у Томаша Фиалы был к вам вопрос. Я не знаю, слышали его или нет, но я попрошу Томашу его повторить, пожалуйста. Он опять долго повторяет вопрос. Все-таки важен вопрос Томаша Фиалы. И тут на сцене появляется Коломойский. Я уже говорил, когда-то можем его любить, ненавидеть, презирать. Но Коломойский умеет говорить сочно. Скажите, вы кто такой? Томаш Фиала меня зовут. Томаш Фиала, вы аудитор или кто? Я читаю ваш аудит, он у меня в руках. Ну так читайте его спокойно. Фиалы начал зачитывать не тот документ. Потому что об этом документе Коломойский знает, и он отлично знает, что там написано. Да, ну так сколько там было связанных кредитов? Ну там кредиты компаниям, которые торгуют нефтепродуктами, 40 миллиардов гривен. Я не знаю про компании, которые торгуют нефтепродуктами. Связанные компании и компании, которые торгуют нефтепродуктами, конечно же, по букве Коломойский абсолютно прав. И Фиале крыть нечем. Я спрашиваю, сколько в отчете написано про связанные кредиты? Сколько там? Там такая колонка и цифра. 34,5 миллиарда гривен. Вот это на 1 января 16. Это выдержан норматив? Томаш выказывает свое подозрение. Коломойский в свойственной ему неповторимой манере говорит, кому это подозрение лучше переадресовать. Ну, есть подозрение, что эта цифра сильно занижена. Послушайте, вы же не следователь, не прокурор. Поэтому свои подозрения оставьте своей супруге. Ну, постойте, постойте. У Томаша есть еще один вопрос. Пожалуйста, Томаш, у вас есть еще один вопрос, я понимаю. И начинается самое забавное. Показывают интервью, где Коломойский рассказывает, почему он потер Шустера в свое время. Потому что Шустер, мол, брал деньги у мэров городов отдельных за участие в программе по 50 тысяч долларов. В интервью Игорь Коломойский упомянул меня, естественно, это вы слышали, и моего партнера Павла Ельзарова. То Павел просто попросил Олега Лешко, потому что Олег Лешко реально знал. Олег Лешко реально знал, почему. А вот теперь я выскажу свое мнение. Я абсолютно убежден, что имеет место быть и та ситуация, и другая ситуация. И одно другому не мешает. Я абсолютно убежден, что имело место быть и желание каким-то образом оказать услугу Порошенко на то время, и то, что Шустер взял деньги. Просто то, что Шустер взял деньги, это типа не замечалось до того момента, пока не надо было его бахнуть. По понятиям было за что. Всю внутреннюю историю, почему это произошло. И Олег Лешко это рассказал публично. Олег Лешко публично рассказывал еще много интересных вещей. Но если мы будем говорить о том, что это соответствует действительности, если брать на веру все, что рассказывает Олег Лешко, пожалуйста. Я уверен, что Шустер каже правду. До речи, это и Коломойский сейчас каже, я смотрю, интервью мне Елизаров показал. Павло Елизаров, основник этого Шустера, я недавно с ним встречался. Значит, показывает мне интервью Коломойского, где Коломойский рассказывает, что он выкинул Шустера из эфира, потому что Шустер брал деньги из каких-то там меров по 50 тысяч долларов. К слову, Наташа Влащенко потом написала свой большой привет, передала Шустеру, потому что там даже не позволили указать, что это ее интервью. Ну ладно, ее и так все знают, окей. И Елизаров, ну я точно знаю, что Коломойский ее выкинул не за это, а и за меня. И Елизаров это знает. Он приехал к мне, или я смогу это подтвердить? Надеюсь, в суде выйдет Лешко и скажет, я это подтверждаю. Лешко настолько безупречный человек, что он, конечно же, может это подтвердить. Афилирован ли Лешко с владельцем того телеканала, на котором выступает Шустер? Без сомнения. Все выстраивается в четкую вертикаль борьбы, в дубинку. В дубинку, которой надо ударить Коломойского, чтобы было больно. В итоге, если бы они не вывели его в эфир, или вывели в эфир, но потом отключили по техническим причинам, как это делается на многих шоу, то, возможно, этот удар получился бы. Он не получился, потому что в эфире был Коломойский. Мне звонил Коломойский, просил, чтобы я не ехал. Тут заходит Шустер, каже, дали команду выкинуть их из эфира. В общем, это важные показания. Я думаю, они однозначно будут использованы в суде, и суд встанет на сторону Ахмена Шустера. Да, а сейчас слышу. Пожалуйста. Что именно? Как что именно? Шустер растерян. Когда ты хочешь загонять кого-то в прямом эфире, будь настойчивым. Пусть голос твой не дрожит, и пусть ты будешь подобен скале. А Шустер был подобен человеку, который не знает, с какой стороны подойти к Коломойскому. Мы с вами будем судиться. В последний раз мы расстались на том, что надо прокомментировать Данилюка. Что надо что? Что надо комментировать. Ну, сказали, Данилюк закончит, и вы мне дадите слово. Я так понимаю, Данилюк закончил. Одним из основных тезисов этого видео может стать фраза Данилюк закончил. Данилюк закончил. Данилюк закончил уже несколько десятков минут назад, да. Да, ну, просто вот мне позвонили, когда Данилюк закончил. Круптным планом показывают лица Парахоботов, там, разжиревшей Сони Кошкиной, там, ну, других лиц. То есть, вся передача наполнена этим, наполнена желанием ударить Коломойского. Нет ни одного человека, который мог бы в студии начать рвать на себе нижнее белье за Коломойского. Савик, вы там свои шоу-то доустраиваете. Не забывайте о том, что вы имеете дело с людьми, которые тоже имеют отношение к некоторым шоу. К некоторым? Савик, это ничего постыдного взять небольшой слуховой аппарат за ухо. Он вообще не виден, причем шевелюра позволяет. Мне сказали, что мне дадут слово после того, как закончат... Это было в прямом эфире, можете поднять это. Нет. Слушайте, вот, смотрите, вот столько свидетелей, мы все время вам звонили. Минуточку, Савик, Савик. Я же не у вас в студии, и вы для меня не ведущий. Так я не понял. А Данилюк закончил? Сказать пару слов, когда закончит Данилюк. Я спрашиваю, Данилюк закончил или нет? Но это не главный вопрос. А все-таки главный... А Данилюк закончил? Да, мне позвонили, сказали, вот вам слово. Я спрашиваю, Данилюк закончил или нет? Легкий попуск передачи. Не, конечно же, я не смотрю вашу передачу. Я не закончил. Нет, Данилюк закончил. То есть вы не смотрите передачу. Ну, конечно, я не смотрю вашу передачу. И вместо того, чтобы начать отбиваться, Коломойский идет в атаку. И в принципе можно было понять, что он это будет делать. В этом случае надо было не выпускать своих компаньонов с бумажками, которые они читают, но никому не покажут. Здесь надо было подготовить серьезную аргументацию. А не вот эти вот покалывания со стороны этого плямковичного фиала и так далее. Бегающая, трясущая своей красотой Соня Кошкина. Не. Я знаю, чего она стоит, и как она стоит, и сколько она стоит. Ах так. Ну, конечно, да. Мы с вами, у нас с вами контракт не закрыли. Шустер продолжает показывать. Я показываю иск. Мы с вами будем судиться. На самом деле, он обещал судиться давным-давно. А почему только сейчас такое оживление с этим иском? Слушайте, у нас, я вот показал иск, да, мы с вами будем судиться, поэтому мы сейчас заинтересованы в сторону. Да, мы, конечно, будем судиться. Обязательно. Вы только пугайте меня судать. Я вас пугать не собираюсь. Да. Где будем судиться, в Италии или в Украине? Идет отсыл сразу же к гражданству Шустера, как я понимаю, да, по поводу Италии. Это мы решим. Как это «это мы решим»? Если есть иск, то этот иск уже конкретно куда-то направлен. Или «будем судиться», это значит, что мы ему напечатали, но еще никуда не подали. Но я так понимаю второе. Я никак не могу понять, где вы живете, поэтому, понимаете, там… Я в Киеве живу. Отдайте ваш адрес, чтобы мы тогда иск… Да что вы говорите, адрес вам прямо отдать. Ну, а почему же нет? Данный пассаж уже напоминает Гордона, который очень долго искал мой адрес. Помните, публично им интересовался. Пока с ним не связались мои адвокаты и не спросили его адрес. Что это такое? Что значит, где вы живете? Вот это вот все это… Это подготовленное было шоу, да? Или не очень подготовленное? Ну, а что вы в прямом эфире адрес спрашиваете? Мы увидимся, я вам дам адрес. Прекрасно. Это хорошо. Я вам очень благодарен. Так что, о чем мы говорим? Данилюк закончил или не закончил? Вот. Это самое главное. Вернемся к самому главному вопросу. Данилюк закончил. Игорь Валерьевич, хотите я вам перескажу? А кто у нас там самик журналист? Расскажите там. Слушайте, пока вы там занимались всякими твой фарцовстами… Так может вы сначала деньги верните за взятые 10 передач, которые вы провели… Имеется в виду 10 передач, за которые Шустер типа взял деньги, но их не выдали в эфир и так далее, да? Хороший попуск по поводу «Кто там у вас журналисты в студии?» Потому что журналистов там, ну на самом деле не очень много. Это не значит, что в студии там 1 плюс 1 больше журналистов, да? Сейчас начнется вообще сражение, я так понимаю. 1 плюс 1 и канал Украина, да? Ну, но Шустеры, конечно же, юзают, потому что это тупо битва олигархов. Было несколько достаточно мощных ударов по Ахметову, публичных ударов. И вот теперь ответка. Ответка получается смазанной. Значит, смотрите, вы покажите контракт, придете в суд, все покажете. Вы верните 2 300. Что? Вот такой маленький слуховой аппаратик. Вообще он незаметный. Я смотрю, сейчас старики носят. 2 миллиона 300 тысяч долларов. А вы 155 миллиардов. 100 процентов. Ух-ху-ху-ху, я вижу постаревшего Яценюка. Потому что у Яценюка обычно были такие пассажи, при этом людям, конечно же, они нравятся. Причем тут 150 миллиардов, которые кто-то должен вернуть, к тому, что должен вернуть конкретно ты. Он же не тебе должен 150 миллиардов. Смотрите, у вас прямо не передайте, а бота-ферма. Бота-ферма. Ну, главное, что там сидят и работодатели в одной студии, и те, кто у них кормится с рук. Вот это что интересно. То есть, подбор, конечно, могли разбавить каким-то человеком, который... А тут даже Данилюк, Данилюк, команда там, Зе-команда там, да, и все такое. И даже он рассказывал о Приватбанке не в пользу Коломойского. Судя поаплодисменту. Да, ну, конечно, здесь же народ. Это не... То есть, вы же гораздо... Вы же выше этого. Опять Шустер пытается уйти в Яценюковство касательно того, что вот это же народ, а вы выше этого и так далее. Шустер, а ты такой же, как этот народ, ты тоже сидишь в студии за 100 гривен или нет? Ну, зачем это? Причем тут это? 155 миллионов, видите? Сразу проявилась направленность модератора. Куда? То есть, кто заказал передачу? Как там Ахметов позывает? Все нормально? Звучит имя заказчика этого всего, действо. Противостояние входит в открытую фазу. Это нормально, но в чем проблема? Скажите, сколько получает Асфут в Атлантиканце? И кто является его фондором основным? Понеслось. Понеслись фамилии, понеслись организации. Томаша Фиала задело чуть-чуть, ухо поранило. Где работает господин Фурса, который очень активно общается в Фейсбуке, или в Украинской правде, или еще где-то, работая у Томаша Фиала? Фурса кривит лицо, делая вид, что он не очень понимает, о чем говорит Коломойский. Они все отлично понимают. И они понимают, сколько компроматов есть на каждого из них. Вы думаете, вы что, собрали там сборище парохобота? Вы думаете, вы кого-то удивитесь? Савик, вы 2300. Игорь Валерьевич. Вот он зря. Кошкина явно не парохобот. Это влиятельная журналистка. Причем Савик, я так понимаю, он остался в прошлом, вот тогда вот сколько там, 8 лет назад. И он на самом деле считает, что Соня Кошкина еще влиятельная журналистка в Украине. Тут поддержка ваша примерно на уровне 15%. Вы бы 85% Украины посадили, потому что она вам не нравится. Правильно? Мы не знаем, как вы эту поддержку на экран выводите. А это зачем было сказано? Или мы на самом деле не знаем, как делается эта поддержка? Мы не знаем, что происходит, когда прямой канал смотрят три коллеги сейчас, а показывают у них голосование 18 тысяч и трое против, да, и так далее. Вы думаете, мы из детского сада? Вы кому рассказывали, Савик? Кому? Кому? Гуру, который все знает, кому я это расскажу? Я не поверьте мне, что там, где вы учились, я там преподаваю. Савик или не понял, или понял буквально, или решил подыграть, но он начал уточнять, где преподавал Коломойский. Это где вы преподавали? Вот там, где вы учились. В университете в Монреале вы преподавали? 15 процентов выставили. Савик. Вы преподавали? Может, отвык от отечественных высказываний такого плана? Или разучился, или что? Да, вы там преподавали. Вы еще свои медальки вытащите и дипломки. Я вам покажу диплом. Вы сначала деньги, вы верните конкретно деньги. Появляется, ну, как оно, прям заяц из коробки, и он должен прихлопнуть Коломойского. У него в руках бумажки, только он их вам не покажет. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Здравствуйте, Павел Лиза. Игорь Валерьевич, Когда вы деньги верните? Игорь Валерьевич, Игорь Валерьевич, мы будем очень рад вас видеть в суде. Здесь Коломойский задает ему вопрос, на который можно ответить публично, сразу, чтобы снять вопрос, а потом уже будет суд. И вы этот сигнал не трансформировали и не показывали, Игорь Валерьевич. Скажите, вы за 10 передач деньги взяли? Можно ответить. Нет, не взял. Можно. Игорь Валерьевич, мы с вами встретимся в суде. Вы деньги взяли в руки, в руки взяли деньги. Игорь Валерьевич, я хочу вот с вами бесполезно... Ответа нет. Это подготовка шоу, ребят. Беседовать бесполезно? Мы вам два года не трогали, пока вы не оболгали Савика. Вы нечестный человек. Он Савика оболгал уже достаточно давно, но вы одуплились с вашим иском только-только. Дальше следует нежный кунилингус новой власти. И еще вам скажу одно. Отстаньте от новой власти. Пришли молодые люди в страну, а вы отвлекаете их от работы. Игорь Валерьевич. По ходу шоу Шустер звонил к слову мэрам Тернополя и спрашивал, а что, правда, что мы с вас брали деньги? Представляете, мэры говорят такие, да, мы платили эти деньги, конечно. Конечно, они говорят, нет, не давали. Они просто очень интересные люди, очень интересные люди, поэтому их хотели пригласить в передачу. Да вы жалкие взяточники, которые берут за одну и ту же работу прижды. Вы взяли деньги у несчастных мэров и отбирали каждого, кто привык в вашу передачу. Коломойский являлся в этом случае хозяином ситуации. Я читаю постфактум, фу, мерзость, что с той, что с другой страны. Не надо говорить, что с той, что с другой страны. Коломойский такой всегда. Он такой всегда. И в этой передаче он доминировал. Ну, простите уж за такую... Что-то жидкие аплодисменты. Нет, так это от любви к вам. Когда пожизнете, аплодируйте. Выпрыгивает на сцену Соня, потому что она же все-таки еще влиятельная журналистка, поэтому она должна брать бразды в свои пухлые руки и зачитывает. А Коломойский советует другой контракт почитать офшорный. Шустер студия, телекомпания студия. Соня, пусть они вам офшорную часть покажут. Но на этом опасном моменте надо уже пускать титры, вы же понимаете. Даля, как там контракт? Покажите это, больше думаем. 90% от стоимости контракта. Так нет, вы его покажите. Дело в чем? Да, нормально покажем. Вы скажите, было или не было? Не было. Потом, когда покажем, вы поняли, врете вы или не врете. Игорь Валерьевич, я прямо сейчас его публикую. Передача окончена. Войнушка олигархов вышла в публичную плоскость. Кто победил по-вашему в этом баттле? Не говорите, победила дружба, не тот, не тот, у кого-то ж было преимущество. Мое мнение вы услышали, потому что это очевидно. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока. Продолжение следует...